В Кремле прокомментировали громкое убийство в Санкт-Петербурге. Как отметил пресс-секретарь президента, мотивы преступления еще предстоит выяснить следователям, но то, что произошло, чудовищно. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин в курсе случившегося. В эти минуты в Петербурге избирают меру пресечения подозреваемого в убийстве доценту СПБГУ Олегу Соколову. Его защита будет просить отпустить преподавателя под домашний арест. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Дилинский. Сегодня будет решаться вопрос о психиатрической экспертизе, это кроме меры пресечения, потому что защита доцента Соколова планируется добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. Ну, понятно, зачем это нужно. Максимальное наказание по этой статье по убийству в состоянии аффекта не больше трех лет колонии, а в некоторых случаях можно отделаться вообще исправительными работами. Логика такая. Защита будет доказывать, что девушка изводила доцента Соколова ревность, и он не выдержал, собственно, на этой почве выстрелил в ней из обрезанной мелкокалиберной винтовки. Считать ли расчленение тела и попытки избавиться от него техчащим обстоятельствам, это вопрос открытый, в общем, на усмотрении суда. Есть тонкость, потому что защита не собирается доказывать невменяемость как таковую. Состояние аффекта и невменяемость, это, ну, как бы два разных состояния. Поэтому доцент Соколов хороший преподаватель, но у него случилось затмение в тот момент, когда он убивал свою любовницу. Это будет позиция защиты на суде. Отношения длились три года. В 2015-м начался этот роман, когда Анастасия Ещенко была еще студенткой, она доучилась на эстфаке Петербургского госуниверситета. Скрывать здесь нечего, отношения были, родители знали об этом, но о том, что в этих отношениях было что-то не так, было что-то противоестественное, вряд ли. То, что для них, для родителей убийство было крайним шоком. Это дикая неожиданность, и никто не предполагал, что Соколов может убить свою любовницу. Никто, в том числе, в его близком окружении. Хотя люди говорят, что он человек экспрессивный, звезда, очень увлечен своим делом, он действительно очень хороший историк с мировым именем, но произошло то, что произошло. Десять лет назад вообще доцент Соколов, он такой, он хат-дог. Причем мы все помним, что студентки-третикурсницы, они не старятся, они не смарщиваются, выражаясь вполне одного очень известного человека. Доцент Соколов, он менял любовницу с периодичностью примерно в 2-3 года, и это были студентки. Десять лет назад, будучи в Москве, вот одну такую студентку, он привязал к стулу в своей квартире, методично издевал, подносил к лицу раскаленный утюг и угрожал, что изробит ее на всю жизнь. Дело тогда замяли, девушка освободилась каким-то образом, написала заявление в полицию, но дело замяли, потому что, судя по всему, Соколов были влиятельные покровители в Петербургском госуниверситете, в Российском военно-историческом обществе, а Соколов основатель реконструкторского движения, движения реконструкторов в нашей стране. В общем, сейчас в интернете бурление масс по поводу того, что безнаказанность, она приводит к тому, что люди погибают. И вот сейчас в интернете есть петиция о наказании для руководства СПБГУ и петербургской полиции, под ней подписались уже почти 3000 человек. Адвокат Олега Соколова попытается смягчить срока добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. Адвокат Александр Трещев подчеркивает, что продуманные действия Соколова доказывают его вменяемость. Защита может вырабатывать свою линию так, как считается нужным. Они могут объявить его невменяемым или сказать, что он совершил от преступления аффекта. Но суд всегда гораздо умнее, чем многим кажется, потому что профессиональные судьи прекрасно разбираются и понимают, что такое аффект. Аффект может быть или внезапно возникшее чувство, или накопленное о долгих каких-то историях. Все его действия говорят и свидетельствуют исключительно о том, что никакого состояния аффекта не было, что его действия были расчетливыми, продуманными, и он отдавал себе отчет, что это было преступление. Характер и степень его поведения не говорят о том, что он находился в состоянии аффекта, потому что если бы так было, он бы первый позвонил в полицию и сознался в содеянном. Я убеждал, что суд разберется, что он был вменяемым и отдавал отчет в том, что творит. И должен быть наказан строго по закону, как этого заслуживает. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов согласен с адвокатом. Он отметил, что люди, совершившие убийство в состоянии аффекта, действуют иначе. Им просто не хватает сил заметать следы. Человек, который совершил какое-то действие агрессивное, убийство, допустим, в состоянии аффекта, он себя не ведет как убийца. Чаще всего такие люди садятся на землю и больше ни на что не реагируют и не отвечают на вопросы какой-то враги. Не бегут сдаваться полиции, потому что у них на это нет сил. Люди, которые совершили убийство в состоянии аффекта, выплеснули все свои физические, душевные, какие угодно силы. Потом, когда проходит аффект, они осознают, что сделано. Но они не прячут убитого тела, не скрываются от полиции, они переживают внутри себя, что теперь и как быть. Поэтому здесь состояние аффекта этого человека никак не подходит. Бывший студент СПП БГУ Василий Кунин рассказал в интервью «Комсомольской правде» о преподавателе. По его словам, Соколов всегда был эмоциональным человеком. Валерий Валерьевич, ну, производит впечатление очень увлекающегося человека. Он фанат своей темы совершенно. Он очень экскрессивный человек. То есть на лекциях это всегда такая яркая жестикуляция, повышение голоса. При этом, как бы, понятно, что он очень нетерпим к чужому мнению. Это, в общем-то, сразу после первого знакомства становится понятно, что он очень болезненно реагировал на критику, на несогласие с собой, ну, вплоть до, там, действительно, повышения голоса, какой-то ругань. Это, в принципе, состояние такое, да, у него, ну, я не знаю, я не доктор, диагнозы стоять не могу, но такой психопатический у него тип. То есть когда человек, он очень эмоциональный, но он очень постоянно взвинчен как-то так. То есть это, наверное, была такая единственная странность, если говорить вот именно про его поведение. Знают все на Испании, что Олег Валерьевич периодически менял себе дам сердца из числа студенток и бывших студенток. И, в общем-то, что Анастасия, она не первая, как бы, был ли это какой-то шантаж, там, за экзамен, и нет. Насколько я знаю, они действительно, они были от него в восторге, совершенно он был кумиром, и все это происходило в совершенно добровольной основе. Во время реконструкции боев Соколов вживался в роль своего героя, мог увлечься, вспоминает реконструктор Константин Сидельников. Ну, знаете, это не просто крупно, это самый крупный специалист в области наполеоновской истории в России. И, может быть, пятерку или десятку точно ходят в мире. А в области реконструкции военно-исторической, это один из первых людей, которые, ну, организовали военно-историческую реконструкцию. Еще в таких лохматых годах советских он прошел весь путь от, скажем так, простого солдата до генерала французской армии, он участвовал в создании реконструкции Первой мировой войны. Это очень выдающийся человек в этой области, в этом смысле. Но единственный у него недостаток, он как только нагевал мундир, в него вселялся без того человека, которого он реконструировал. Он считал себя искренне, например, Наполеоном. Когда он был в гражданской форме, он был вполне вменяемый человек, очень любезный, умный, очень талантливый собеседник, приятный в общении человек. Но как только наделал форму, у него, знаете, просто на роде крышу съездило. Однако, как сообщил комсомолке коллега Соколова Вольфан Кокунов, слухи о том, что доцент СПБГУ был вспыльчив и любил, когда к нему обращались уважительно, немного преувеличены. Определенный всегда существовал соревновательный дух между культурной столицей, то есть Санкт-Петербургом, Ленинградом и Москвой. Поэтому Олег Соколов при всем уважении, он всегда создавал свои собственные ассоциации. Он был издателем известного журнала военно-исторического «Орел», потом «Империя». То есть у него все было ориентировано прежде всего на Наполеонику, хотя он занимался и железной реконструкцией, то есть рыцарской, средневековьем. В общем, является очень разносторонним человеком. Для меня очень странным кажется все, что это произошло, прямо вам скажу. Я бы не поверил. То есть Соколов никогда на Наполеона не претендовал. Он всегда в форме наполеоновского маршала ходил. Но так устоялось, что его сторонники называли его «Сир». Подруга бывшей жены историка в шоке от произошедшего. Она рассказала, что Соколов всегда казался адекватным человеком и был хорошим отцом. Я знакома с его женой. Прекрасно к детям населся. Он прямо боготворил всегда все, чтобы они обязательно хорошее образование получили. С детства они у него учат французский, по-французски прекрасно говорят. Нельзя сказать, что какие-то негативные такие моменты. В какой-то момент стало появляться в различных мероприятиях вместо жены вот это вот на арте. Да, я с ней тоже знакома. Очень милая девочка, студентка, отличница, прекрасно образована. Тоже учила французский язык. У них были какие-то совместные проекты. Она помогала. Лекции, когда он читал в университете, у него всегда были такие циклы открытых лекций для всех. Лекции были всегда потрясающие, потому что он лектор от Бога. Он всегда умел подать материалы так, чтобы было интересно. Олега Соколова задержали в Петербурге 9 ноября, когда он пытался утопить в реке мешок с фрагментами тела убитой им аспирантки Анастасии Ещенко. Позже он сознался в преступлении и оформил явку с повинной. Преподаватель рассказал об отношениях со студенткой и заявил, что совершил убийство после ссоры на почве ревности. Затем он расчленил тело и попытался от него избавиться. Продолжение следует...